Здравствуйте! В эфире программа новости большого округа. О событиях этого дня расскажу вам я, Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. А у нас в квартире газ. Как проверить газовое оборудование в домах и квартирах? Новые правила его технического обслуживания и ремонта вступили в силу. Лес – наш главный интерес. В Пушкинском доме художника открылась выставка детских рисунков. Концерт, мастер-классы, веселые аниматоры. Как отмечали день рождения в поселениях Зверосовхоз и Царева? Об этом и многом другом смотрите далее в нашей информационной программе. С 1 сентября этого года обслуживать газовые плиты, равно как и общедмовое газовое оборудование, будет иметь право только та организация, которая поставляет газ в данный многоквартирный дом. На территории Московской области – это Мособлгаз. Техобслуживание по-прежнему будет проводиться раз в год. Газовщики проверяют целостность внутриквартирного оборудования, герметичность соединений и отключающих устройств, а также осматривают окраску и крепление газопровода. Также они проводят инструктаж по безопасному использованию газа. С 20 декабря на сайте mosoblgaz.ru будет опубликован график техобслуживания газового оборудования. За 20 дней до старта работ жителям отправят электронные письма с датой проведения ТО, а управляющие компании разместят объявления на придомовых информационных счетах. Лес – наш главный интерес. Так называется выставка работ, которая открылась в Пушкинском доме художника. Ее авторы – дети, победители всероссийского конкурса с одноименным названием. На рисунках они изобразили красоту и образ далекого будущего леса и его обитателей. Алина Рогожина продолжит тему. Впервые в честь 85-летия Российского центра защиты леса в Пушкинском доме художника открылась выставка работ победителей всероссийского конкурса детских рисунков «Лес – наш главный интерес». На открытие выставки пришли сотрудники Рослесозащиты, дома художника, а также дети, авторы рисунков со своими близкими. Шестой год подряд проводим всероссийский конкурс рисунков именно с детьми от 6 до 16 лет. Рослесозащиты доставляют нам рисунки, мы их оцениваем и, соответственно, победители получают у нас призы и подарки. Дети, которые нарисовали данные работы, уже как-то приобщены к лесному хозяйству, к лесу, к доброте, к экологии. Вот данная выставка здесь у нас и происходит. Каждый год Рослесозащита проводит конкурс, где главной темой выставки является лес. Его защита – восстановление сегодняшней красоты и образ его далекого будущего. На каждом рисунке есть фамилия, имя, отчество и район, ну, субъект, откуда тот или иной рисунок, написанный нашим либо внуком, либо ребенком. И удивительно, дети правильно воспринимают. В Краснодарском крае они рисуют березовый дуб, мягколиственные породы, именно то, что там растает. В Красноярском крае – плая и так далее, и там подобное. То есть у наших детей и внуков широко открытые глаза и правильное восприятие нашей природы. На выставке представлено около ста работ, где каждый желающий смог посмотреть работы детей от 7 до 16 лет из разных уголков нашей страны, послушать аудиогида и стихотворения про лес, а также сделать фото с детскими работами. Я задумала нарисовать деревья в помещениях, то есть там выращиваю деревья, чтобы было более экологично. И нарисовала очень странные деревья, нарисовала разные большие цветы и вот такой вот олень. На рисунке изображен ученый, ее помощник изучает разных растений и жучков, паучков, насекомых. И тем самым, если они там чем-то заболели, они помогают им вылечиться, чтобы сохранить, чтобы у них жизнь была. Выставка «Лес. Наш главный интерес» будет работать с четверга по воскресенье с 12 до 19.00. Посетить ее можно будет до 30 сентября. Вход свободный. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глайзер. Новости Большого округа. В музыкальном отделении детской школы искусств Красноармейска прошел первый после летних каникул концерт. Ребята вспоминали все, что учили в минувшем году, репетировали с преподавателями, демонстрировали свои таланты на сцене. Мария Ильхабабенко посмотрела выступление и пообщалась с юными музыкантами. Мы в Красноармейске родились и гордимся этим. Нет прекрасней и родней города на свете. С этих слов начался праздничный концерт «Города любимого судьба». Он прошел в музыкальном отделении детской школы искусств Красноармейска. За время каникул воспитанники школы соскучились по выступлениям. Это повод и показать себя, и заодно вспомнить пройденную программу. Сегодня мы всех пригласили на концерт, который посвящен двум большим событиям. Это, конечно, начало учебного года, и мы хотели бы его начинать с таким музыкальным представлением и приурочили его ко дню города, нашего любимого Красноармейска. Гости смогли услышать исполнение на скрипке, флейте, саксофоне и других музыкальных инструментах. Программа включила в себя выступления как самых маленьких воспитанников школы, так и выпускников. В этом году Евгения Гущина заканчивает музыкальное отделение детской школы искусств. Она подготовила тарантеллу. В целом произведение не особо трудное. То есть вообще это произведение поется. В целом оно такое, знаете, праздничное, веселое. Но оно не особо такое в космическом темпе. Как раз по теме концерта. Всего подготовили более 10 номеров. Завершилась программа выступлением хора «Созвучие». Этот коллектив является призером многих конкурсов и выступает практически на всех городских праздниках. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю, земля моя. В конце все желающие могли посмотреть на работу воспитанников художественного отделения детской школы искусств. Возле концертного зала была устроена небольшая выставка. Мария Лихобавенко, Евгения Коломиец. Новости Большого округа. Концерт, мастер-классы и анимационная программа в поселениях Зверосовхоз и Царева отметили день рождения. Для жителей устроили праздник возле усадьбы Вынырки. День поселка – это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан. Зверосовхоз и Царева отметили свой день рождения. Уже который год их праздники объединяют. Местом проведения был выбран сквер на центральной улице Зверосовхоза. Сцену обустроили возле усадьбы Вынырки, принадлежавшей семье Арманд. Это достаточно старинное поселение. Здесь, например, наш праздник происходит на крыльце усадьбы Тальгрен. Барона Тальгрена. Здесь был и интернат для детей-инвалидов после войны, и была контора, по-моему, совхозная. Очень большая история. Анимационная программа заняла самых маленьких гостей праздника. Организацией занимался Левковский дом культуры. Можно было сделать аквагрим. Работали мастер-классы. Дети рисовали и создавали свои поделки. Мы решили сделать такой мастер-класс. Раз сегодня погода пасмурная, решили сделать свое солнышко. Это, собственно, аппликация с картонной, цветной бумаги, чтобы было интересно и маленьким, и большим детям. Вечером устроили концерт. В нем приняли участие творческие коллективы округа. Были вокалисты, гимнасты. Также поддержать праздник приехала красноармейская группа «Джем» и старейшая группа зверосовхоза «Чародии». Праздник очень хороший, очень весело. Детям всем нравится, все прыгают, бегают. Да, все очень хорошо, мне очень нравится. А у тебя какие впечатления? Все супер. Каждый год проходит этот праздник, каждый год весело. Ну, нормально, там все красят, рисуют, дети играют, все хорошо, все красиво. Очень весело, песни крутые включают. Все хорошо. Мария Лихобавенко, Владимир Овсянников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. И о погоде. В среду, 13 сентября, в Пушкинском тепло и сухо. Воздух прогреется до 20 градусов днем, а ночью плюс 11. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. А у меня на этом все новости к этому часу. Напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Телеграме, на Дзене. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин